Ну что, в Минске на данный момент плюс 35 и жаркий материал для вас. Что там с безопасностью у китайских автомобилей? Давайте в этом вопросе разберемся, а помогут нам в этом конкретные краш-тесты конкретных автомобилей. Итак, поехали! И в первую очередь мы рассмотрим безопасность самых продаваемых у нас автомобилей. Вас ждут неожиданные открытия, так что не переключайтесь. Для начала отметим, что тесты NCAP, а эта аббревиатура переводится как программа оценки новых автомобилей, по всему миру разные. Самые жесткие тесты это Euro NCAP. Там и скорости побольше, и программа тестов шире. Европейские специалисты в области пассивной безопасности автомобилей в том числе оценивают защиту пассажиров при боковом ударе о столб и даже выставляют баллы за легкое спасение пассажиров из покореженного кузова. Само собой, на общую оценку влияют еще и возможности систем активной безопасности, которые не позволяют случиться столкновению или уменьшают вероятный урон. Важный момент, что тесты NCAP не обязательны. И так исторически сложилось, что пассивная безопасность стала инструментом маркетинга. Ведь людям действительно интересна безопасность автомобилей, которые они хотят приобрести. И любопытно, по методике Euro NCAP не был разбит ни один Mercedes S-класса, ни одна BMW 7-ка и ни одна Audi A8. Ну, понятно, потому что с безопасностью у этих автомобилей все хорошо. Но был разбит электрический Mercedes EQS, и он получил 5 звезд и 96% высочайшие за безопасность пассажиров. Есть еще тесты IISS, это страховой институт дорожной безопасности. Они лупят автомобили в Северной Америке. Но ни один китайский автомобиль там пока краш-тестов не прошел. Есть еще методика Asian NCAP. И регионом считаются южно-восточные страны. Ну, там тоже китайских автомобилей не разбивали. Ну, разве что пару моделей MG. Поэтому сразу обращаем внимание на австралийский ANCAP. Ну, можно запутаться, но к концу видео привыкнете. Так вот, у них испытания такие же жесткие и многосторонние, как у Euro NCAP. Тут тоже испытуемые машины бьют о недеформируемое препятствие на скорости 50 км в час. Бьют о деформируемую тележку с 50% перекрытием. В этом случае и тележка, и испытуемый автомобиль движутся навстречу друг другу со скоростью 50 км в час. Еще по методике ANCAP проводятся боковые удары. Удар тележкой массой 1,4 тонны на скорости 50 км в час. И боковой косой удар о столб. Причем проводятся два отдельных теста с боковым ударом со стороны водителя и со стороны пассажира. И при оценке учитывается не только пассивная безопасность, но и риск возникновения травм пассажиров от соударения во время удара. А при тесте с ударом о столб испытуемый автомобиль прилетает в столб под углом 75 градусов вместо удара водительскую дверь в плоскости расположения головы водителя. Важно отметить, что перегрузки пассажиров и возможные травмы оцениваются с помощью специальных манекенов. Манекены усаживаются на передние сидения и на задние сидения. Причем те, которые усаживаются на задние сидения, имитируют детей в возрасте от 6 до 10 лет. И они усажены в специальные приспособления, ну в реальные, то есть в детские кресла, либо бустеры. То есть методика вполне себе как у Euro NCAP. Также оценивается эффективность активных систем безопасности. Единственное послабление – оценка ущерба пешеходам по методике ANCAP. ANCAP имеет меньший вес, чем в методике Евро NCAP. Это все оценивается по данным, которые получают сенсоры манекена, имитирующие пешехода. Однако в обоих случаях испытуемый автомобиль сбивает пешехода на скорости 40 км в час. Еще ANCAP учитывает нагрузку на манекен при ударе сзади. То есть оценивает риск получения травм шеи. Используются 6 разных специализированных манекенов. А еще оценивается вскрываемость кузова после ДТП. То есть отпирание дверей и возможность достать оттуда пассажиров. Итак, каковы же результаты? По методике ANCAP были разбиты 4 модели Хавейл. Среди них особо популярный сегодня у нас кроссовер Джулион прошел испытание весной 2021 года. Он заслужил 5-звездный рейтинг защиты взрослых пассажиров 90%, а детей 84%. В тот же период времени тест прошел Хавейл А6. Он тоже получил 5-звезд в 2015 и 2017 годах. Первыми Хавейл, которые прошли тесты ANCAP, были модели H9 и H2. Они заслужили 4 и 5-звезд соответственно. Есть у ACNP и тесты автомобилей Chery Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro Max и Amoda C5. И все они получили по 5 звезд. Защита взрослых и юных пассажиров оценивается на уровне 87-88%. Tank 500 и Tank 300 тоже заработали по 5 звезд. Если что, разбитые по методике ANCAP седан MG5 и индийский кроссовер Mahindra Scorpio заработали 0 звезд. И это машины образца 2023 года. Нужны витамины для вашего автомобиля? Надо устранить угар масла, защитить двигатель от задиров, поднять компрессию, убрать стуки вибраций, продлить ресурс двигателя от трансмиссии топливной системы, защититься от перегрева, снизить расход топлива, избежать замену форсунок, удалить запахи из вентиляции и многое другое. И Супротек вам в этом поможет. А Автостронг стал официальным дилером компании Супротек. Супротек – это трибосоставы для двигателя, которые восстанавливают повреждения при холодном запуске, плюс защищают двигатель от износа при частичных перегревах. Также Супротек – это присадки для двигателей и трансмиссии, для гидравлики, для топливной системы. Также есть средства для ухода за автомобилем, а также есть моторные масла и смазочные материалы. Добавь своему автомобилю ласки и смазки вместе с Супротек. Ну а где покупать это все, вы знаете, в Автостронге. Ссылочки и подробности будут в описании. Заходите на наш сайт. Ну а теперь переходим к методике CNCAP и интересующих нам моделях. Значит, CNCAP – это китайская методика проверки новых автомобилей. В испытание входит фронтальный удар, а не деформируемое препятствие на скорости 50 км в час. Фронтальный удар с подвижной тележкой с 50% перекрытием со стороны водителя на скорости 50 км в час. Один боковой удар, то есть тележка, врезается в водительскую сторону на скорости 50 км в час. Испытания ударом о столб тоже входят в программу CNCAP и по той же методике под углом 75 градусов водительскую дверь на скорости 32 км в час. Также оценивается безопасность пешеходов при наезде на них на скорости 40 км в час. И важно отметить, что в CNCAP используются те же стандартизированные манекены, что и в ANCAP и в EURO-NCAP. Все остальное по методике практически одинаково. Единственное, что на роль пассажиров задних используются манекены не шестилетних детей, а трехлетних. Ну а все остальные критерии безопасности одинаковые. Единственное, чего нет в CNCAP, и это точно, это параметр легкости высвобождения пассажиров из кузова после ДТП. Ну и какие же результаты? Смотрим. Тут все отлично. Пять звезд в тестах CNCAP заработали Джилиманджаро и Тугелло. XC TXL, RX и VX, Voya Free. Только четыре звезды заработал седан Чанган Юни-В. Но в Китае есть еще одна организация, которая проводит краш-тесты. Это организация страховщиков. И цель вот этих тестов не определить безопасность пассажиров и пешеходов, а определить ремонтопригодность автомобиля после ДТП. И вот эта организация называется, то есть тест называется C-I-A-S-I. Программа тестов здесь немного иная. Удар о стену не производится. Вместо этого машину бьют по недеформируемое препятствие. С водительской стороны и перекрытием 25% на скорости 64,4 км в час. Безопасность при боковом ударе оценивается с помощью тележки, которая влетает в испытуемый автомобиль на скорости 50 км в час. Только масса тележки 1650 кг. Еще по методике C-I-S-I проводится тест на прочность крыши. Ну, типа сколько она выдержит при перевороте автомобиля. Так вот, методика и расчеты очень сложные. Как проводится этот тест? Плита массой в 4 раза больше снаряженной массы автомобиля давит на боковую часть крыши и продавливает ее на 127 мм. И таким образом проверяется прочность. Ну, потом там очень сложные расчеты. И вот это испытание проводится с двух сторон. То есть с одной боковой части крыши и на другой боковой части крыши. Еще C-I-S-I исследует прочность бамперов и ремонтопригодность их при ударе на скорости 15 км в час. И еще много других параметров. И вот именно это и в совокупности дает страховой рейтинг автомобиля. И еще оценивается безопасность пассажиров, а также таланты электронных помощников. В общем, вот этот тест C-I-S-I еще более исчерпающий, чем Евро-НСИ-АП. И никаких звезд C-I-S-I не раздает все результаты тестов по пятиуровневой шкале. От плохо до хорошо и хорошо плюс. Ремонтопригодность и способность получать урон по 4-бальной шкале, а активная безопасность по 3-бальной шкале. Все результаты на их китайском сайте. А что вы там увидите? А увидите то, что все китайские автомобили получают хорошую оценку за безопасность и плохую за ремонтопригодность. Правда, Черри в этих тестах не участвовала. Со стороны Джили выступила только Тугела. Зато было много разбитых автомобилей Чанган и чистых электричек BYD, Ziker и многих других. И все они получили зеленую карточку хорошо за безопасность. Ну а про Евро-НСИ-АП вы все знаете. У них удобный сайт, где можно посмотреть результаты. Да и у австралийской ANC-AP все то же самое. И много моделей, ну все модели BYD, Ziker, NIO, Great Wall, Xpeng и даже самые новые MG, которые начали продаваться в Европе, прошли тесты и получили по 5 звезд. Так что китайцы получают очень хорошую оценку безопасности везде. Ну а что скажете вы? Верите в безопасность китайских автомобилей? Или это все фейк и в наши страны продают бракованные удешевленные модели? Напишите ваше мнение в комментариях. Мы обязательно почитаем на самые интересные ответим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, до скорых встреч. И с вами всегда была, если будет компания АвтоСтронг.